Ис-сенитская школа института! На конях и с самым разным ассортиментом товаров на ярмарку сегодня приехали студенты со всех районов республики. Всего более сотни представителей учебных заведений. Причем продавали они не только овощи и фрукты, которые вырастили и собрали сами, но и живой товар. Жилье можно забирать? Да, конечно. Это все привезли для продажи. В этом году очень много хорошо продается молоко. Особым спросом среди казанцев, по словам организаторов, сегодня пользовались овощи, картошка, лук, морковь и свежая зелень. Активно покупали и свежее фермерское мясо, соленье и сушеные ягоды. Расскажите, пожалуйста, зачем вам столько лука? На зиму. Семья большая. Бегай вверх. Вот такое нервничество. Желательно, чтобы место было другое, потому что они больше половины с собой вывозят обратно. А им за такие труды надо все распродать. Интересовались покупатели не только едой. Казанский садовод Рафаэль Салипов продуктами на зиму уже запасся, говорит, еще не пропустил ни одной ярмарки. А сегодня решил позаботиться и о запасах для своих кур. Соломы на ворот искал. Корм для кур. Ну, кое-что еще и что делать. Не только купить самое необходимое, но и починить сломанную электротехнику. Студенты Казанского радиомеханического колледжа сегодня ремонтировали старые телевизоры и помогали пенсионерам разобраться в тонкостях перехода на цифровое вещание. Кто-то принес телефон, ну, бабушка принесла чайник и выяснилось, что он уже не ремонтопривозен. То, что касается записи на установку цифрового телевизора, у нас сейчас в наличии 13 человек записалось. В отличие от многих горожан, чиновники ярмаркой остались довольны. Из первых лиц торговую площадку посетил министр образования республики Рафис Бурганов, который отметил, что прошлая такая ярмарка принесла участникам в общей сложности более 5 миллионов рублей. Своими руками наши школьники, учащиеся колледжей, производят эту продукцию, потом учатся ее упаковывать в удобном для потребителя виде и продавать. Ярмарки будут проходить каждый выходной вплоть до Нового года. Дарья Петрова, Иван Кузьмин, Максим Малов, Телеканал Эфир.